Да, музыкант из меня, конечно, так себе. Всем привет, с вами Вэб, и вам, наверное, знакомо такое слово, как какофония. Блять, не могу никак запомнить. КА-КО-ФО-НИ-Я. Очевидно, от слова какодемон. Так вот, если верить Википедии, какофония это хаотическое и бессмысленное нагромождение звуков. Поэтому можно сделать вывод, что общество какофонии это группа музыкантов-новичков, которые только учатся выдавать пристойный набор звуков посредством музыкальных инструментов. Ну а с вами, как всегда, был... На самом деле, всё, конечно же, сложнее. И в этом видео мы выясним, какую связь между собой имеют Чак Паланик, какофоники и самоубийцы. Ну а за предложенную идею для видео я хочу сказать большое. Нед Сталкерская, спасибо Сенатору. А сообщества какофоников я раньше не слышал, и если бы не ты, то этого видео бы не было. Так что да, большое тебе, Нед Сталкерская, спасибо. Началось всё в 1983 году. Именно тогда начала обсуждаться основная концепция общества какофонии. Кем бы вы думали? Членами клуба самоубийц, конечно же. Впрочем, это не то, что вы подумали. В большинстве своём эти люди занимались чем угодно, но только не обсуждением своих неудачных попыток суицида. Скорее, их можно описать тремя словами. Эксцентричные театралы-пранкеры. Само же общество начало действовать только спустя три года, в 1986 году, когда для него был написан манифест и выбрано то самое название. Да, изначально клуб не имел названия вообще, но уже тогда у него было чёткое, насколько это возможно, описание. Что ж, давайте я вам его зачитаю, дабы вы окончательно поняли всю суть. Без названия, это место, где инопланетяне, мечтатели, художники, городские некроманты, геймеры, эзотерики, призраки, взрослые и дети могут заниматься тем, чем хотят, и не бояться быть осуждёнными. Это место, которое позволит нам и другим пошатнуть устоявшуюся картину мира. Интересный мысленный поток, правда? Но ещё более интересно то, что одна из участниц общества какофонии, Кэрри Галбрейт, очень ценила русскую литературу и фильмы. И в особенности ей нравился сталкер Тарковского, поэтому основной концепт путешествия в зону обществом был позаимствован оттуда. Таким образом, какофоники пытались выйти за край разумного и, как бы сказал Дон Хуан, остановить мир. Главный лозунг какофоников гласит «Ты уже можешь быть нашим участником». То есть да, сообщество какофонии – это стихийное образование случайных людей, которым есть что сказать. И говорят они, что характерно, на очень причудливом языке перформанса. К примеру, первое, что сделали какофонники, когда организовались, прошлись по улицам, убирая попадавшийся им по дороге мусор. Потом они организовали так называемый магазин теорий, для посещения которого каждый покупатель должен был прихватить, цитирую, три диковинные, но правдоподобные теории, деньги на пиво и свои лучшие вопросы. Хипст. Танос станет железным человеком из-за романса «Чёрного вдову» в финале. Инфа от инсайдеров не пизжу. Бля, не тот таймлайн. То есть, можно сказать, магазин теорий 33 года назад сделал то, что процветает на ютубе сейчас. Постепенно на общество какофонии начали обращать внимание журналисты. Да и вообще много кто начал обращать внимание. Прежде всего, благодаря их выходкам. Так известно, что члены общества активно исследовали заброшенные здания Сан-Франциско. В одном из таких зданий, например, ими было оборудовано атомное кафе. По задумке, оно должно было показывать страшную жизнь после апокалипсиса. Действительно страшную. Веселый пиздец. Или вот, однажды они проехались по шоссе на разбитой в хлам машине, чтобы напомнить всем о страшном землетрясении 1989 года. Так или иначе, все перечисленные мною события нишевые. О них неизвестно широким массам. Но о какофониках важно знать хотя бы потому, что они неплохо так повлияли на культурную жизнь штатов. И впоследствии мира в целом. К примеру, многие из вас, я уверен, слышали о фестивале Burning Man. Так вот, у истоков популярного ныне фестиваля стояли те же самые какофоники. В июне 1989 года они в своей рассылке объявили о локальном фестивале под названием Baker Beach Burn. Постепенно фестиваль начал приобретать все большие масштабы и превратился в нечто глобальное и впечатляющее. Оцените. Было. Стало. Да, какофоники знают толк в развлечениях. Естественно, на этом они не остановились. В далеком 1994 году какофониками был проведен фестиваль под названием Санта-Кхи. Суть была проста. Много, очень много санд устраивали форменный хаос на улицах города. И вот, постепенно даже сторонним людям такое буйное Рождество понравилось. И они поддержали идею. Таким образом и появился популярный фестиваль Санта-Кон, который проводится по сей день в 42 странах мира. Конечно, было еще много всего. Мало известный, но факт. Первый зомби-фестиваль был также проведен Обществом Какофонии. Они точно так же делали себе мейкап и в таком виде даже посещали политические мероприятия. Так известно, что их главным лозунгом был ЗОМБИ ЗА КРОВЬ. И это все при том, что многого мы просто не знаем, потому что это было не задокументировано. Но вот вам на сегодня последний и известный каждому вклад какофоников в мировую культуру. Чак Паланик состоял в Обществе Какофонии и написал свой бойцовский клуб именно под впечатлением от сообщества, в котором когда-то состоял. Самая очевидная отсылка. Дом Тайлера Дёрдена. Вы ведь не забыли, что какофоники любили исследовать заброшки? Конечно, большинство событий в произведении вымышлены, но что поделаешь. Книги и фильмы затем и существуют, чтобы открывать новые экраны уже знакомых нам вещей. Живо ли Общество Какофонии сейчас? Скорее, да, чем нет. Официальное Общество Какофонии перестало действовать, но зато их идеи подхватили другие люди. Важно помнить, что это очень децентрализованное, прямо как биткоин, ага, объединение людей, поэтому идеи какофоников вполне себе живы и по сей день. Можно даже сказать, что Общество Какофонии – это не сообщество людей, а скорее состояние сознания. В общем-то, я рад, что мне представилась возможность сделать видео об Обществе Какофонии, благо такого на российском ютубе ещё не было, а я всегда рад поделиться с вами чем-то новым. Как вы поняли, эти люди опередили своё время, поэтому о них просто важно знать, и всё тут. Так что пишите, что думаете по всему этому поводу сами, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте об этом, не только видео своим друзьям, Ну а с вами, как всегда, был Уэр. Всем до скорых встреч на просторе Дипнета и обычного Интернета. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok